Ребята, всем привет! Сегодня закупка из магазина Лента. Вообще, мужу там нужно было по делам, Пятигорск, на рынок. Ну, и мы решили, ладно, заедем, тогда как раз-таки закупимся. Как раз у нас морозилка, можно сказать, почти пустая. Давайте быстро покажу, что мы взяли. Так, цены, как всегда, буду подписывать. Чек, как всегда, в конце приложу. Блин, вот муж завязывает, фиг развяжешь. А, пока помню, была вода 0,5. Я ее выпила, цену подпишу и съела, блин, выкинула коробочку. Типа такой маленький маффин, ну, что-то такое, синабон. Короче, я выпила с водичкой. Вот такой лоск здесь. Так, это гель. Литр 950. Утенок для унитаза. Ну, в основном я использую для унитаза. Пленка пищевая. Вот такая. Так, здесь сколько-сколько, не знаю сколько метров, 50 метров. Вот такие влажные салфетки из магазина Лента. Антибактериальные, две упаковки, 100 штук в одной упаковке. Салфетки обычные, бумажные, две упаковки, тоже производитель Лента, 100 штук в упаковке. Кофе. Обычно муж берет другой, но этот был по скидке, и он решил, говорит, давай-ка я этот попробую. Он такой, как типа порошковый, не знаю, хороший или нет. Велюр, монарх, должен быть с пенкой, поедем. Так, где-то оливки еще. Бандюэль маслины. Вот такая баночка с копченым лососем. Ватные диски, я самая. Здесь 120 штук. Зубная щетка в сплату. Это я взяла себе, потому что у меня иногда моя электрическая садится, я ее не успеваю заряжать. И как-то хочу немного отойти пока от электрической, хочу обычными. Зубная паста президент для реминерализации и укрепления эмали. И фольга. Фольга вообще какая-то золотая. Цена на фольгу просто космическая. Так, здесь 5 метров. Вот такая фольга. Так, один пакет. Все. Ой, это мясо. Весовой товар цену буду называть за килограмм. Ну, я думаю, всем интересно, сколько стоит килограмм. Свиноговяжий фарш 410 рублей без одной копейки. Взяла стейки киты. Очень захотелось. Они такие небольшие, по два кусочка нам взяла. Килограмм 600 рублей. Конечно же, курицу. Куда же без нее. Она такая горячая. Запах. Аромат просто обалденный. Захотелось очень. 395 рублей килограмм. Это благояр филе грудки без костей взяли. Ну, цену подпишу, здесь нет. Это шея свинина. Килограмм 520 рублей. Сочинская колбаса, балуковая. Максу обычно на завтрак. Я иногда с охотки ем. Просто мне как-то написали, постоянно говорите, что колбасу не едите, но в закупках она у вас есть. Ну, Макс завтракает на завтрак. Вот такие сосиски баварские с сыром. Очень вкусные. Если не пробовали, попробуйте. Действительно вкусные. Крылья. 365 дней. Производитель. Цену тоже подпишу. Мясо надо уже в холодильник поправить. И филе бедра индейки. Очень любим. Вкусные. Килограмм 500 рублей. Здесь прям много получилось. Больше даже двух килограмм. Следующий пакет взяла для Пасхи. Вот таких зверят. Прикольная. Краску. Вот такую хамелеон. Какие-то кружева. Вот так это выглядит. Тоже для яиц. Вот такой набор. Красивый. Перламутровые вот такие красители. И еще вот такой набор. Коралловое сияние. Две горбушки. Наверное, с копченой курицей. Так, получается 94 рубля одна и 116 другая. Вот это чуть больше начинки положу. Так, кофе. Для кофемашины решили попробовать вот такой. Взяли, берем первый раз. Со вкусом карамели. Ну, не знаю. Кофеса бренд. Первый раз такой берем. У нас такой не видел. Так, сметана. Эко-милк. Она была прям по очень хорошей цене. Но это 15%. Так, это я брала улитку. Ну, не буду открывать. С мясом. Я думала, я перекушу ей. Но перекусила вот этим синабоном. 64 рубля улиточка. Взяла вот таких цыплят мимишных. Это вот я буду кого поздравлять с Пасхой положу в тарелочку. Так, что здесь еще? Чай. Взяли вот такой. Кертис. Другого черного не было в пирамидках. Поэтому вот такой. Эрл Грей. В пирамидках был, но он был с такими вкусами. Ну, такой я не люблю. Дальше что? Муж здесь взял какие-то колбаски. Пеклини. Вот так они выглядят. Вот такие колбаски с разными начинками. Дижонская горчица. Две пачки он взял со сметаной и луком. И причем хамон. Со вкусом хамона. У меня какая-то, мне кажется. Ну, ладно. Были в продаже также куличики. Или пасочки. Кулич написано. Взяла вот такой попробовать один. Ну, это сейчас. Пасочки с чаем. Вот мне прям очень захотелось. Так, что здесь еще? Муж взял сникерса. Они с Максом балуются. Два сникерса. И вот такой киндер-дэлис. Кстати, мне тоже нравится. Вкусно. Вкусно. А, это чем? Вот я еще взяла паприку молотую. Так как закончилась паприка. Но я почему-то взломаю маленькую пачку. Я хочу заказать на ВБ. У меня какая-то была в банке. Я показывала тоже в одном из видео. Вот ее закажу. Поэтому так перебиться взяла вот эту пачку. Предпоследний пакет. Ну, да. Он уже здесь. Я ее корову. Потому что он такой неформанный. Форель слабосоленая. Это на завтрак. Форель такую кроме меня никто не ест. Как же мне повезло. Мне больше достанется 120 грамм в этой пачке. Так, сыр. Натура сливочный. Такой он тоже был по скидке. Блин, надо срочно все в холодильник. У нас жара, жара. Сахар. Сахар здесь, скорее всего, килограмм. Да, килограмм. Думаю, как я все накидала. Ладно. Макароны марка спиральки. Одну пачку, потому что у нас есть еще макароны. Так. Слобода масло оливковое. Вообще закончилось. Дома нет масла. Вот оливки с анчоусом. Бандюэль. Оливки маслины мы любим. Даже Макс полюбил. Стал слушать. Да, раньше не ел. Так, хочу приготовить больше. Опять там капуста есть. Взяла морковь. Наклеек здесь нет, потому что у них сейчас в ленте. Они отдел отделили. И в фруктово-овощном отделе ты платишь сразу. Не на кассе общей, а в этом отделе. Поэтому тут без наклеечек. Цены буду подписывать. Морковь. Авокадо. Две штучки. Авокадо обожаю. Соль. Вот такая. Она и не крупная, и не мелкая. Что-то среднее. Самое то вот в такой пачке. Картофель. Такой, я так понимаю, что он именно молодой. Не знаю. Три стекла. Три штучки. Это для борща. Лук. Обычный, репчатый. Взяла вот такой рис. Красный и бурый. Здесь микс. Хочу попробовать плов приготовить. Из этого риса. Ну, конечно, для плова, наверное, другой рис нужен. Ну, я захотела такой. Либо рисовую кашу. Так. И вот такой хлеб. Собственный. Пикатный написано. Так. Хлеб деревенский. На закваску. Тридцать три рубля. Такой хлеб. Он уже в нарезке. Так. Всё. И последний пакет. Кто-то говорит крайний. Я всегда говорю последний. Не знаю. Я так привыкла. А как правильно, я не знаю. Ну, мне, если честно, без разницы. Я вот как привыкла, так и беру. Три вот такие формочки из фольги для запекания. Очень удобно. Периодически беру. Конечно же, куча туалетной бумаги, как без этого. Зева. Здесь 12 штук. И, конечно же, даже не спрашивайте, что я делаю с бумажными полотенцами. Они у меня улетают со скоростью света. Поэтому вот четыре упаковки. И это в машину муж дал. Вот такие салфетки из микрофибры. Ну, это, конечно, может, не для машины, но так чисто протереть. Все. Вот такая вот закупка получилась. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если не подписаны. Ссылка под видео, в комментариях. Спасибо, что вы со мной. Желаю вам всем всего самого-самого хорошего. Берегите себя. Огромного вам здоровья. До новых встреч. И пока-пока.